Я хотел бы узнать, как контролировать свой восторг. Не могли бы вы посоветовать мне какой-нибудь несложный способ, которому я бы мог следовать? Для этого мы можем просто вас пристрелить. После этого вы станете холодным и равнодушным. Почему вы хотите контролировать свой восторг? Я хочу, чтобы вы постоянно были в состоянии восторга. Ваша проблема в том, что люди говорили вам, что за каждой большой радостью следует печаль. Понимаете, о чем я? Это такое народное поверье. Если вы слишком много смеетесь, то завтра будете плакать. Это наблюдение возникло потому, что вы действуете неосознанно. Вы цикличны по своей природе. Если сегодня вы слишком много смеетесь, завтра вы будете плакать, потому что это продолжает происходить с людьми. Для многих людей это реальность. Для массы людей это реальность. Именно из этого вы исходите, когда говорите, что не хотите восторга, потому что это чувство приводит к беде. Не так ли? Если вы можете ощущать блаженство и всегда находиться в состоянии восторга, разве это не прекрасно? У меня все вызывает восторг. Нет ничего, что не восхищает меня. Поэтому я и задаю этот вопрос вам. Поэтому я и спрашиваю, зачем вы хотите убить в себя восторг? Нет. Вы должны обеспечить необходимый баланс, чтобы восторг не привел к катастрофе. Восторг означает, что жизнь протекает более интенсивно. Жизнь всегда должна происходить с максимальной интенсивностью. Но теперь вы должны создать необходимый баланс, чтобы ваш восторг не привел к катастрофическим ситуациям внутри вас. Просите правильные вещи. Вам нужен необходимый баланс. А не уничтожение жизни. Потому что пока вы живете, что-то может случиться. Пока вы живете, что-то может случиться. Так что лучше всего умереть прямо сейчас. Вот ваша логика. Разве это выход? Нет. Если вы живете, то может произойти травма или трагедия. Так что лучше всего умереть прямо сейчас, чтобы с вами ничего не случилось. Это стопроцентная гарантия. Но это не выход, не так ли? Вы хотите быть живыми, жизнерадостными и при этом сохранять баланс. Вы живы наполовину и при этом спокойны. Это ничего не значит. Вы жизнерадостный и все же спокойны. Вот это прекрасно. Это фантастика. Или вы жизнерадостный. Или вы жизнерадостный, но иногда теряете баланс. По-прежнему я не против. Но если вы мертвы и спокойны, для меня это ничего не значит. И это ничего не значит для жизни. Не так ли? Смысл нашего существования в том, чтобы жить. Не так ли? Идея нашего существования в том, чтобы испытывать жизнь настолько интенсивно и глубоко, насколько это возможно. Все, что вы делаете, служит только для этого. Но из-за вашего страха катастрофы, вы убиваете себя и остаетесь живыми наполовину. Это не выход. Это вообще не решение. Как не испытывать восторга? Это не тот вопрос. Как не превратить восторг в катастрофу? Вы должны обрести необходимый баланс. Все, что мы делаем, служит только для этого. Вы немного более уравновешены, чем были пять дней назад? Такой короткий срок. Пять-шесть дней — это немного. Но вы более уравновешены? Просто продолжайте свою практику. Через шесть месяцев вы увидите, какой баланс вы обретете в себе. Вы будете выделяться в любой группе людей. Вот к какому внутреннему балансу вы придете. Непременно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...